Паромный комплекс в поселке Куррых еще один напряснитель воды, овощехранилища, заводы и дороги. Радужными перспективами развития Мангустаусской области на традиционном рифинге в СЦК сегодня делился Аким Алик Айдарбаев. Как в регионе восприняли критику президента, когда будут решены застарелые экологические проблемы и по каким параметрам область на первом месте по стране, расскажет мой коллега Даня Рамазанов. Отчет Акима Айдарбаева сразу разлетался цитатами по информационным лентам. Доходы населения и рождаемость растут, безработица и детской и материнской смертности падают. Тем не менее, критика президента уместна, проблемы есть, будем решать. Таков основной посыл высказываний главы региона. В числе задач на будущее возведение паромного комплекса в поселке Куррых, а для решения проблем с питьевой водой, возможно, будет построен еще один напряснитель. Большие планы руководства области, входящие в тройку доноров республиканского бюджета, связывают и с картой индустриализации. На 23 уже завершенных проектах стоимостью 131 миллиард тенге сейчас работает 1800 человек. До конца года мы планируем завершить еще два крупных проекта, а именно заводов Каспий Битум и Каспий Цемент со смертной стоимостью 83,5 миллиарда тенге и созданием 600 постоянных рабочих мест. Но планы на будущее немного портят отклики из прошлого. Застарелая экологическая проблема, хвостохранилище Кошхарата до сих пор не нашло своего решения. Между тем, здесь накоплены более 100 миллионов тонн токсичных и радиоактивных отходов. Их суммарная активность более 11 тысяч кюри. Цена вопроса почти 26 миллиардов тенге. В этом году нами разработано ТЭО и получено положительное заключение госэкспертизы проекта рекультивации. В следующем году за счет средств местного бюджета начнется разработка ПСД. Для полной реализации проекта в течение 10 лет необходимо 25 миллиардов тенге. В том числе для реализации первой очереди рассчитано на 5 лет 14 миллиардов тенге. Критику президента об удорожании строящихся объектов Мангистау восприняли по-особенному. Бороться с проблемой, наверное, можно было бы начать и раньше. Но, похоже, здесь просто ждали указаний сверху. До тех пор, пока правительство не сказало нам, что с республиканского бюджета удорожание теперь не будет финансироваться, до тех пор, значит, понятно, что местная власть хотела это достроить за счет республиканского бюджета. Теперь у нас четкое понимание есть, что республика денег не даст, республика тех денег, которые дало, дало, теперь удорожалось, давайте строите, достраивайте за счет местного бюджета. Поэтому мы сейчас закладываем деньги в местном бюджете. Это Аким ответил на вопрос о строительстве онкологического диспансера. А уже в кулуарах брифинга журналисты задавали вопрос друг другу, сколько же нужно совещаний, чтобы всем и все стало понятно. К слову, 4 миллиарда тенге из-за неосвоения область уже вернула в республиканский бюджет. Аким посетовал, что потратить все равно не успеет. А ведь планировали построить жилой комплекс и центр матери-ребенка. Дания Рамазанов из Полжамшитов, Астана.